Как ребенку легко выучить таблицу умножения за три дня? Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадуллин и я представляю вам свое новое пособие таблицу умножения за три дня. В этом видео я подробно расскажу, как этой методикой пользоваться и за счет чего достигается такой быстрый качественный результат. Итак, поехали! Давайте сначала посмотрим на технические характеристики пособия, качество бумаги, размер, ну а дальше будем разбираться с методикой. Пособие вот в такой папочке, размеры 30 на 21,5 сантиметра, толщина где-то один сантиметр, а пособие придет упакованное в полиэтилен. Давайте распакуем и посмотрим, что внутри. Давайте откроем и посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас инструкция для родителя, как правильно заниматься и вот такие листы с карточками, которые нужно подготовить. Сейчас я это сделаю и дальше буду показывать вам, как правильно заниматься. Что у нас в наборе? Мы сейчас разложили все карточки. У нас карточки с упражнениями, алфавит, упражнения двумя руками, струб тесты, про них чуть позже. Они у нас развивающего характера, у нас упражнения, примеры с умножением, ну и всякие мотивирующие фразы и у нас карточки с яблоками. Итак, из-за чего в основном у ребенка проблемы с выучиванием и запоминанием таблицы умножения? Для большинства детей выучивание таблицы умножения это банальное запоминание непонятной информации, то есть у нас таблица умножения 9 на 9, то есть 81 единицу информации нужно ребенку запомнить. Это очень тяжело, но для сравнения попробуйте сами запомнить 81 китайский иероглиф. Посмотрим, как быстро это у вас получится. Теперь давайте разберемся, что нужно, чтобы ребенок быстро выучил таблицу умножения. Естественно, нужно понимание. Давайте возьмем примеры. Вот у нас карточки примеров 3 умножить на 2. Что значит 3 умножить на 2? Значит, нужно взять две кучки по 3 каких-то объекта. У нас здесь яблоки, мы берем две кучки по 3 объекта и складываем напротив. То есть у нас 3 умножить на 2 получается 6. Ребенок может посчитать 2 кучки по 3 яблок. Раз, два, три. Раз, два, три, шесть. Дальше возьмем еще одну карточку. 2 умножить на 3. Ну, думаю, не секрет, что 2 умножить на 3, это значит взять 3 кучки по 2 яблока. Ребенок роется, ищет и находит. Давайте еще найдем. Вот, так получается. И ребенок может посчитать, в действительности здесь также получается 6 яблок. То есть 2 на 3, 6 и 3 на 2, 6. Но у ребенка появляется понимание через опыт, что 3 на 2 и 2 на 3, это в принципе одно и то же. 6, но по-разному умножается. То есть нам надо взять здесь 2 кучки по 3 яблока, здесь 3 кучки по 2 яблока. Итак, мы с ребенком прорабатываем все примеры на первом этапе, и он понимает, что у нас, как я уже говорил, 2 на 3, это значит взять 3 кучки по 2 яблока. Теперь, что делать дальше после того, как ребенок понял принцип умножения? Мы учим таблицу умножения, точнее ее повторяем принципом воронки. То есть ребенок берет вот такую кучку и начинает считать 4 на 5, сколько у нас 20. Если ребенок говорит верно, то он просто скидывает карточку 9 на 7. Ребенок говорит не 63, а ошибается, например, говорит 65. Что он тогда должен сделать? Он ставит карточку на стол и, соответственно, берет 7 кучек, по 9 яблок выстраивает, запоминает, берет еще какое-то упражнение развивающее, например, струк Т. Здесь нужно назвать цвет, которым написаны слова. Оранжевый, оранжевый, желтый, фиолетовый, синий и так далее. И дальше эта карточка у нас не сбрасывается, а уходит вниз стопки. То есть чего мы добиваемся таким образом? Это так называемый принцип воронки. Когда ребенок будет повторять не те примеры, которые отлично знает, то есть вы их скинули, он их скинул уже в процессе занятий, а многократно повторяет только те примеры, в которых ошибся. Проработав несколько раз всю эту стопку, ребенок отлично запоминает примеры и у нас обычно на выучивание таблицы умножения с помощью этого набора уходит в среднем 3 дня. Более подробно о занятиях, пошаговый план занятий вы сможете прочитать в этой методичке и буквально за 3 дня с ребенком своим выучить таблицу умножения. Как вы уже поняли, выучивание таблицы умножения, быстрое ее запоминание происходит не за счет зазубривания, а во-первых, за счет понимания ребенком принципов умножения и понимания на конкретных карточках, на конкретных предметах. Во-вторых, за счет методики воронка ребенок повторяет только то, что плохо запомнил и за счет этого экономится огромное количество времени. Ну, а различные полезные нейропсихологические упражнения ускорят процесс обучения и привнесут такую яркую приятную нотку в процесс ваших занятий. Ищите в магазинах России и СНГ пособие, таблицу умножения за 3 дня. С вами был Шамиль Ахмадурин. Успехов, удачи в обучении ваших детей. Пока-пока!